О военных преступлениях Армении мы поговорим с нашим гостем. Это политолог Егьяна Гаджи, Ивана на прямой связи. Здравствуйте, Егьяна Хану. Здравствуйте. Егьяна Хану, военные преступления против человечности. Причинен также ущерб культурным объектам. Армения, мы знаем, что подвергла обстрелу и Гянджу. То есть более 10 городов, расположенных далеко от места конфликтов, подвергались обстрелу баллистическими ракетами. Сейчас Азербайджан приступил к юридическим процедурам. Как вы думаете, удастся ли достигнуть каких-то подвижек в этом вопросе? И в целом, как можно оценить агрессию Армении против Азербайджана через призму международного права? Добрый день. Дело в том, что Армения как сторона никогда прямых своих обязательств никогда не соблюдала. И ожидать того, что Армения в этом случае тоже будет соблюдать международное право в отношении репарации к Азербайджану, тоже не надо ждать. Но, тем не менее, есть международные механизмы, которые заставляют тех или их сторон соблюдать, в конце концов, этим правом. Как вы знаете, репарация – это как компенсационные выплаты к одной стороне, с другого. То есть, когда участвующих в части или войны, или конфликта. Последние годы во всем мире, начиная с 90-х, есть несколько эпизодов прецедентов, когда международное право обеспечивало репарации, несмотря на то, что стороны они не принимали никаких участия, даже желания участвовать в этих процессах, но, тем не менее, есть. Я хочу показать пример того, что в 90-е годы Ирак, когда оккупировал Кувейт, он путем международных механизмов ООН был, то есть, была соблюдена международное право и международный механизм к отношению Кувейта, и Ирак выплатил репарации. Но, тем не менее, в истории XX веке много раз, много прецедентов было к отношению Германии, еще к отношению Германии со стороны евреев, и в данный момент идут некоторые процессы о том, что и поляки тоже считают, что и в Первой мировой войне, и в Второй мировой войне, в отношении к ним, в отношении полякам и их капитала, то есть, много, то есть, многосторонные репарации, скажем, то есть, Германия должна отвечать на эти, скажем так, на эти тоже. Но, тем не менее, репарация, она пошаговый процесс, долгосрочный процесс, и будет занимать очень много времени. Но, что хорошо в отношении Казербайджана, дело в том, что, то есть, позитивный момент в наших с Арменией, хотя Армения сама не будет, и не собирается никак признать свой факт и признать все то, что в мирное время, в 21 веке, бомбил баллистическим ракетом среднего дня, будучи членом АБСЕ, то есть, другого члена АБСЕ, мирных людей и мирной инфраструктуры, тем не менее, за 30 лет во время оккупации, за гребежи, которые в отношении азербайджанского и государства, и народа, и вообще все случаи, когда были, то есть, все моменты, которые включаются именно в моменты, которых Азербайджан хочет получать, то есть, задействовать путем международных организаций и институтов. На сегодняшний день два таких важных институтов, из них три даже, три. Дело в том, что первое, это резолюция ООН, именно в отношении Ирака была содействована с путем резолюции ООН, с Аббезо ООН, и к отношению Азербайджана, то есть, сам факт, что Армения оккупировала, и в случае этой оккупации целый миллион, ну почти миллион, 800 тысяч, потому что там указывается 600 и 800 тысяч, такая середина цифры там есть. Они были беженцы, им пришлось жить, то есть, оставить все свое имящество там, и все, они были ограблены, и все такое. То есть, один момент уже мы проходили, и это позитивный момент в плане этого. Хотя, как наш президент сказал о том, что есть международные организации, и механизмы будут объективными, даже в случае, когда они не будут объективными, тем не менее, эти документы есть, и эти документы, они будут содействованы. Второй момент, конечно, это ГАГСКИЙ трибун. То есть, скажем, юридически обязывающий решение выплаты, репарации, может быть, международный уголовный суд ГАГЕ. А третий, Европейский суд по правам человека. Учитывая, что Европейский суд по правам человека, она политизированная, и там очень много, то есть, сеть там проармянские, хотя они в отношении Азербайджана просто, то есть, это момент, когда они могут использовать все это в отношении Азербайджана, поэтому они проармянские. Нельзя сказать, что вот этот сами там, этот такой большой контингент, она все армянская, проармянская, и поэтому в отношении Азербайджана они не объективны. Нет, дело в том, что такой стратегический, то есть, регионе, страна, скажем так, индопендент, как это будет, прямым, то есть, самостоятельным взглядом на международное отношение, которое хочет продвигать только свои национальные интересы во всех процессах, таким организациям, таким международным инстанциям и акторам, они не выгодны. Поэтому, то есть, Армения, это момент, когда они будут, делают и используют, и как использовали в отношении к нам. Но, тем не менее, я хочу сказать, что еще один момент здесь, дело в том, что ситуацию загубляет еще один тот момент, что, помимо Армении, еще здесь и участвовали, то есть, за эти 30 лет пограбления азербайджанских ресурсов, азербайджанских инфраструктур, всего, то есть, гребеж, скажем, да, участвовали не только Армения, но, тем не менее, участвовали и международные корпорации, часть из них, даже на сегодня их можно назвать транснациональными корпорациями, то есть, уважаемые корпорации, кабычках во всем мире, и они принадлежат бизнес-элисте стран, которые все время пропагандировали прозрачность в отношении стран, и факт того, что они участвовали в таких грязных ситуациях, когда преступления международного уровня в отношении народа, в отношении государства, когда имеют место элементы геноцида, все такое, то есть, признать этот факт тоже они не хотят, поэтому один момент, три там важных момента, это международные актеры, они используют это в отношении азербайджана только потому, что у нас самостоятельная политика во всех направлениях, а главное, вторая, дело в том, что армянская, рядом с армянскими, то есть, вместе с армянами там участвовали другие уважаемые, то есть, среди организаций и бизнес-элиты уважаемых стран, если можно так называть, и третий момент тоже, это не объективность, но я хочу напомнить, что первые годы оккупации, именно первые семь лет, именно со стороны ООНа была оценена ущерб от оккупации азербайджанских земель за семь лет, и за эти семь лет это было, если не ошибаюсь, я там могу ошибаться, один или два, то есть, числа, то есть, это или 20, или 21 миллиарда, учитывая, что там процесс еще продолжался еще 21 лет, это значит, что это очень большая сумма, сумма, которая Азербайджан будет, то есть, Азербайджан будет к отношению Армении, его, скажем так, партнером, в отношении к себе будет, то есть, требовать вот все это, а то, что международные актера и другие институты, механизмы, они не будут не объективные, для этого Азербайджан работает не только самостоятельно, а работает именно те юридическими организациями, для них участвовать в этом процессе, это вопрос о чести, почему вопросы? Во-первых, вопрос о чести, во-вторых, вопрос о, как это будет, репутации, то есть, они во всем мире будут именно в позитивном укладе этих процессов, вот этих долгосрочных, пошаговых процессов, они обретут во всем мире репутацию, потому что поддерживали на международном уровне, будучи международными признанными объектами юридического правосудия, то есть, это один позитивный момент, я думаю, на мой взгляд, самый важный позитивный момент победы на нашем случае. Спасибо, спасибо вам большое за то, что вы изложили механизмы по привлечению Армении именно к ответственности за преступления, совершенные по отношению к Азербайджану, я думаю, что все-таки каких-то подвижек в этом вопросе удастся достигнуть. Благодарю вас. Я напомню, напрямую связь со студией подключалась Егьяна Гаджиева, политолог.